Анастасия Красавчикова «Мама у турникета». Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Глава первая. Хоть наизнанку вывернись. Скажите, на вас часто смотрят как на идиота? На меня последнее время – да. Последние лет – семь. Потому что сколько умное лицо не строй, вопрос «Простите, а у вас есть вывернушка?» всё равно не оставляет никаких шансов. У нас имеется некая жмотско-вымогательская традиция каждую пятницу дарить Тёмке подарок за то, что он неделю без скандалов отходил в сад. Вымогательская – потому что каждую пятницу. Жмотская – потому что мы туда, в красивый пакетик, складываем всё, что нормальные родители детям покупают просто так. Однажды сестра моя зашла, Тёма ей навстречу вылетает, счастливый такой, радостно вопит. «Ира, смотри, что мне мама с папой подарили! Зубную пасту!» Сестра сначала с состраданием посмотрела на Тёму, потом с недоумением на меня. «Да, – говорит, – строго у вас. Иногда, впрочем, могу расщедриться на какую-нибудь недорогую фиговину из рекламы, о которой Тёма, о-о-о, всю жизнь мечтал, хоть и видит в первый раз. Именно по этой схеме в пятничный подарок однажды мне была заказана вывернушка. Сейчас отключите на минуту воображение, я поясню, что это со слов Тёмы. Это такая зверушка, которую наизнанку выворачиваешь, и получается другая. Ну, например, есть у тебя котик, ты его наизнанку выворачиваешь, и получается бегемот. Всё, включайте. Я вот воображение не выключила, и оно очень живо нарисовало мне процесс выворачивания котика наизнанку так, чтобы из него получился бегемот. Но я вопрос изучила. Всё оказалось не так страшно и не через то место, как я себе представила. Да и стоила эта живодёрская забава вполне приемлемо, рублей двести, что ли. Посему в конце первой рабочей недели после новогодних праздников я заявилась в детский мир с уверенным вопросом. «Простите, у вас есть вывернушка?» А продавщица, судьба при пухлости лица, не до конца ещё от вывернушки после новогодней оправилась. Прохлопавшись глазами, она посмотрела на меня, вот как раз как на идиота, и спросила «Чего?» «Вывернушка!» — повторила я таким тоном. «Чего, блин, правда не знаешь, что ли?» «Но вижу, правда не знает». «Но это зверушка, который наизнанку выворачиваешь и...» «Нет», — прервала меня чуть позеленевшая продавец с очевидно хорошим воображением. «Такого нам ещё не привозили». И чуть слышно добавила «Надеюсь, они привезут». Однажды я искала дедушку Асбера, старательно запомнила, что что-то про дедушку и Сбер. Всё человечьи фигурки в магазине перерыло, и пока рыло, всё думала «Нахрена нам игрушечный дед?» А оказалось, это оранжевый самолёт. «Альберт, а не Сбер», — пояснила продавец, глядя на меня как на идиота. Ещё я как-то пришла за поездом из мультика, точно знала, как он выглядит, и мультик смотрела. Но когда в магазин зашла, название из головы вылетело напрочь. Прошарила глазами все полки. Нет нужного. Тут как раз подоспела продавец. «Что-то конкретное?» — спрашивает. «Ищите?» «Да», — говорю. «Паровозик из мультика. Даже не знаю, как объяснить». Дальше я долго думала, а продавец терпеливо ждала. Ну, такой. Ну, у него ещё лицо такое суицидально-депрессивное. Не, ну я правда не знала, как ещё объяснить. «А, Томас и друзья. Пойдёмте». И вот тут я не поняла, то ли я была не первая, кому понадобился суицидально настроенный паровозик, то ли встретились два идиота. А недавно я искала киоск. Не игрушечный, самделишный киоск в масштабе один к одному с настоящей тётенькой внутри, потому что ребёнок грезил какой-то липкой хренью из рекламы, а в рекламе сказали «Ищите в киосках за 129 рублей». А где искать киоски, в которых искать липкую хрень за 129 рублей, не сказали. А их меж тем, оказывается, посносили все. Один киоск мы всё же случайно нашли. Алиса очень, кстати, впилилась в него на самокате. Не обманули и правда 129 рублей. Купили, подарили. Тёма был счастлив. Прибегает «Мам!» кричит. «Мам, подставь руки!» А я ж доверчивая, я подставила. И вот даже не знаю, что посоветовать вам отключить на этот раз. Потому что то, что он вывалил мне в руки, вот это вот жёлто-зелёное, как будто кто-то очень добросовестный, неделю собирал мокроту на анализ в красивую баночку, и заработал на этом 129 рублей. Короче, тут уже со мной чуть не случилась вывернушка. И я еле сдержалась, чтобы не сделать ещё одну липкую хрень прямо на пол в коридоре. Бесплатно. Семь лет в декрете. Семь лет. Прикиньте, семь лет я в отпуске. В отпуске. Британские учёные не тем, конечно, заняты. Им бы найти того, кто изобрёл словосочетание «декретный отпуск» и научно обосновать, что он дебил. За это время я успела два раза родить, набрать в общей сложности 38 килограмм, то есть ещё чуть-чуть, и я бы наела ещё одну себя. Два раза походить с эффектной грудью, мне, кстати, к лицу, и два раза сходить на маникюр. Нет, вру, на маникюр один. Я сделала много открытий. Что микродетальки лего не обязательно покрывать собственной эмалью, отцепляя их друг от друга зубами. И есть специальная штука. Что коржик, карамелька и компот — это кошачьи дети, а не поесть и запить. Что кинетический песок — песочница у вас дома. Это не слоган, а предостережение. Я стала мудрее. Подписываю формочки для песочницы, потому что их тырят, и не покупаю детям кроссовки с рифлёной подошвой, потому что собачье говно из неё можно выковырять только зубочисткой. Я знаю, как устроен чайник, потому что смотрю фиксиков, и что не так уж страшны песни Бузовой, потому что слышала синий трактор. Я знаю, как делать зайца из втулки от туалетной бумаги, снеговика из носка и морды кирпичом, когда в саду опять для чего-нибудь нужны родители-активисты. Знаю, как сожрать конфету при детях, чтобы они не заметили. Но самое главное знание за последние пару лет — да что там за всю мою сознательную жизнь снизошло на меня буквально несколько дней назад благодаря Тёме. «Мам», — говорит, «я киндер перед ужином есть не буду, дай мне желток только». «Какой желток?» «Ну, желток с игрушкой внутри». Я прям так, держась, простите, за яйцо, впала в кратковременную кому. «Желток». Эта капсула — контейнер. Желтая штука. Это желток. Желток! Я будто в забвении была все свои тридцать с лишним лет, а тут мне открылась истина. Это желток, блин. Желток, понимаете? Потому что киндер — яйцо. Пугающе логично, очевидно и неожиданно. Как я не додумывалась до этого раньше? Чем был занят мой ум все эти годы? На самом деле непонятно, почему нас заранее всему этому не учат. Ну, или хотя бы не предупреждают. Не про желток, а вообще. Почему есть институт культуры, международных отношений, строительные и везде все серьезно, с зачетами, сессиями и корочками. А институт семьи — это что-то абстрактное. Сюда нельзя прийти и хотя бы в теории прослушать о том, что тебе предстоит. Как строить семью, налаживать отношения и остаться при этом культурным человеком. Этому же не научат ни в строительном, ни в культурном, ни в МГИМО. Да, сейчас полно курсов, где рассказывают, как правильно дышать в родах и как подгузник надеть. А что дальше делать со всем, что ты надышал и сознанием делать теперь можешь запихнуть в памперс, не рассказывают. Нет, это, конечно, тоже очень нужно уметь, но фокус все равно не на том, потому что рожаешь в муках ты в среднем сутки, а воспитываешь в целом всю жизнь, тоже периодически в муках. А ведь правда, полноценный же институт мог бы получиться со своими кафедрами и факультетами, выпускал бы подготовленных, ну хотя бы морально, специалистов в сфере управления всем этим семейным предприятием. Там, например, обязательно была бы кафедра антикризисного менеджмента, потому что столько кризисов, сколько ждет в материнстве, ни один СССР не видел, а разруливать все это придется самим. Биофак с элементами психиатрии, потому что первые полгода предстоит пристально разглядывать какашки и нужно точно понимать, все ли в порядке у ребенка со стулом, а у тебя с головой. Философский факультет. Первые пару лет вы будете непрестанно задаваться фундаментальными вопросами, что делать, как быть и в целом размышлять о своем теперешнем бытие, а году примерно к третьему научитесь философски ко всему относиться и поменьше рефлексировать. Факультет анализа данных. Потому что как только перейдете к практике, вам предстоит вечно что-то анализировать. А достаточно ли я хорошая мать? А все ли я делаю правильно? Не слишком ли холодно, жарко, горячо, солено, сладко? А может быть, бабушка все-таки права? Специалист по связям с общественностью. Потому что, когда ты родил, а все друзья еще нет, надо быть настоящим специалистом, чтобы удержать с общественностью хоть какие-то связи. Стратегический менеджмент еще строго обязательным предметом. Придумывать стратегии, управлять, подстраиваться, манипулировать, договариваться, уговаривать, искать компромиссы – прожиточный минимум для родителя. Не выжить без этого в родительстве, то есть. Военную кафедру еще надо. Пограничников воспитывать, вам предстоит отвоевывать личные границы и хорошо бы научиться этому заранее. Ну и курсы с эмелье факультативно. Пригодится. А может, как часто бывает, пока учишься, поймешь, что это вообще не твое. Послушаешь лекции, плотно практикующие матери доцента про колики, зубы и какую-нибудь, скажем, лактазную недостаточность в качестве задачки со звездочкой и сольешься на первой же сессии. Подумаешь, ну нафиг весь этот родительский хардкор, мне бы что попроще и пойду вон лучше в рудокопы. Самые отчаянные, однако ж, а еще те, кому помогали будущие бабушки и дедушки, вкладываясь всем своим, ну как даже уже внуки, доучатся и выпустятся по общему направлению родитель. А дальше уже будут более узко специализироваться по ситуации. Тот еще тип. Пока моя идея с институтом прошла лишь первое чтение, вами вот только что, молодые родители выкручиваются как могут и выбирают себе специализацию на ощупь. Как следствие, сейчас появилось столько модных веяний, ну знаете, мама, которая не парится, мама-путешественник, мама на ПП. Почетнее всего, по моим наблюдениям, быть пофигистом, и многие мамы усердно убеждают окружающих и себя, что она, это именно он. Пофигист в смысле. Ой, да мне вообще по барабану, хочет ест, не хочет, не ест. А, что? Зачем сальто перед ним делаю с ложкой в руках, приговаривая, смотри, ту-ту, идет паровозик, открывай скорее ротик. Так это хобби у меня такое. Что, в луже сидит? Ой, да пусть сидит, я не парюсь вообще. Ребенок рад, ко мне не лезет, и ладно. И сидит такой ребенок в луже рад, не лезет, в гидрокостюме с подогревом и воском предварительно натертый, и ладно. Я вот тоже стараюсь следовать тенденциям и быть мамой-пофигистом, но нет-нет, да сальто с ложкой каши крутану. Из менее модного у нас во дворе, например, есть мама-реанимобиль. Вой ее сирены слышен издалека, и ты сразу к обочинке жмешься, чтобы она скорее мимо проехала и умчалась вдаль. У нее трое детей, старше лет пять, следующему года три и один в коляске еще. Она постоянно истошно на них орет, а земли может поднять не уговорами, а тупо за косу. Средний одно время очень отчетливо в песочнице говорил ***, когда не получался куличик. Мама тут же подхватывала «Пять, правильно, пять!» и поясняла в воздух. «У нас просто номер дома пять, ему цифра нравится, а не то, что всем послышалось». Когда я еще была просто яжмать, а Тема пупсиком, который безропотно ковырял лопаткой песочек, каждый раз мысленно лишала ее родительских прав. И, как и положено любой уважающей себя яжматери, с высокими моральными принципами и точными представлениями о том, как надо, с презрением на нее смотрела и думала «Боже, какой ужас!» А потом я еще раз родила. Тема к тому времени резко перестал быть пупсиком. Добавилась младшая, которой пупсиком быть никогда не умела. И я узнала, что у этой аморальной дети не ходят в сад, помощников нет, а муж работает вахтовым методом. Боже, какой ужас! Каждый раз, глядя на нее, продолжала думать я, только теперь с чувством глубочайшего сострадания. И с тех пор отчетливо слышала пять, когда не получался куличик. Еще у нас есть бабушка «туда не лезь». Она гуляет с внучкой Варей, хотя это скорее праправнучка, как минимум. Ей лет девяносто. Она размером с кулачок, маленькая, сухонькая, и у нее вместе со вставной челюстью, с очень красивыми зубами, куда-то явно вставлен рупор. Потому что не может генерировать такой мощный звук девяностолетняя бабуля с кулачок. Все гуляние от и до у них проходит под вопли «Варя, туда не лезь! Варя, не стой, на ступеньках упадешь! Варя, вылезай из трубы!» Деревянный, чтобы лазить. «Там сквозняк! Варя, слезь с карусели, вырвет! Варя, отойди, от качели, убьет!» И Варя потыркается, потыркается, потом просто в безысходности останавливается посреди детской площадки с мягким покрытием, максимально далеко от всех источников опасности, раскидывает в стороны руки, запрокидывает голову и устремляет обреченный взгляд ввысь всей своей позой невербально крича «Господи, как же все затрахало!» Но тут же в рупор сообщают «Варя, а ну отойди оттуда, сейчас же самокатом сшибет!» А на дальней площадке есть мама Цзен. У нее, как и у первой, тоже трое детей, в анамнезе, только там прям в фулл-хаус — погодки и двойня. Ну, то есть погодки только вместо одного младшего сразу два. А старшему на вид не больше трех-трех с половиной. И она просто непрошибаема. Мастер шифу из кунг-фу панды, постигший внутренний покой только мать. Я однажды наблюдала, как она выдала всем по кефиру, велела сесть на лавку, попить и потом идти играть. Они все сели и стали пить. Старший не задирал младших, как бы невзначай сообщая, что его кефир вкуснее и что мама ему первому дала. Младшие в ответ не визжали и не драли ему волосы с криками «Нет, мне!» «Они просто пили кефир, выпили и пошли играть. А мама осталась сидеть на лавочке и болтать по телефону. Она, как и все неизведанное, меня немножко пугает. Но я каждый раз восхищаюсь, преклоняюсь и очень хочу подойти и спросить, на чем она сидит помимо лавочки. Потому что мне тоже надо. И маме реанимобилю отсыплю». Беспорядочные связи Во мне уживаются все эти мамские субличности по чуть-чуть. Дзен вот только почему-то организм отторгает. Но я, как уже говорила, стараюсь быть в тренде и изо всех сил культивирую в себе модно-ленивую мать. На днях вот схалтурила и решила не идти с детьми гулять. Погода была не ахти, ну и что-то лень. Подумала, лучше дома посидим, квартиры хоть наконец в порядок приведу. И ведь знаю же, знаю, что с учетом наличия двух разрушительных сил, которые я сама же когда-то породила, дома посидим и квартиру в порядок в одном предложении это мать ее антитеза, прямое противопоставление. Сначала Алиса носилась за Темой с задранным над головой веником и вопила, как подстрелянный индеец. Тема кричала «Не догонишь, не догонишь!» Все больше раздраконивая ее, она вопила еще громче. Спустя минуту из комнаты вопил уже Тема, так что, похоже, она его все-таки догнала. Потом он бросил в нее бумерангом, но законы Вселенной никто не отменял, поэтому ему это тут же бумерангом и вернулось. Мамонтом, если быть точнее, из его же любимого набора лего, примехонько в лобешник. Потом я прыгала со шваброй, пытаясь отодрать от потолка курицу, ненастоящую, слава богу, ну, знаете, такая стрелялка. Башку на палец нанизываешь, за задницу оттягиваешь и пау, боже, какое счастье, что я инструкции к игрушкам не пишу. У нас вообще на потолке по жирным отпечаткам можно эволюцию этих липких тварей проследить, от чего-то бесформенного через силуэты рептилий и вот до птиц. Отодрала, Тёма взмолился, чтоб вернула, я снизошла, но предупредила ещё раз, и я проделаю с ним всё то же самое, что он делает с курицей, чтобы она пау. Потом они надували шарики насосом, визжали и смеялись, пёс оглушительно лаял в экстазе, тоже срываясь на виск, и эти шарики с грохотом лопал. Потом шариковая канонада прекратилась, а пёс залаял как-то подозрительно глухо. Я пошла проверить, не напихали ли они чего-нибудь в пса, оказалось, нет, зато они запихали пса в шкаф. Покрывало с кровати поздирали, и ему заботливо постелили. А чтобы псу в его собачьем люксе ничего не мешало, предварительно организовали там пространство в стиле минимализма, выгребли из шкафа на пол все шмотки, то есть, все коробочки и подвесные и киевские полки. Потом я возвращалась на кухню, и мне на плечо с потолка шлёпнулась эта долбанная липкая курица. Я взвизгнула, и с испугу случайно добавила детям в словарь ещё пару запрещённых словечек. Зато теперь, если на них когда-нибудь с потолка упадёт курица, они точно будут знать, как охарактеризовать эту непростую жизненную ситуацию. Так что, считаю я полезная мать. Потом возбуждённый пёс вылез из шкафа, и то ли от радости, то ли в знак протеста насрал на пол. А где насрал? Правильно, на кухне, прямо у меня под ногами, потому что к тому времени свободного места на полу нигде в квартире больше не осталось. Поскольку детские психологи в своих книгах не рассказывали, что делать в подобных ситуациях, я действовала проверенным авторским способом. Раздала всем люлей, очень экспрессивно велев пойти заняться чем-нибудь полезным, наконец. И они ушли. Затаились на кухне на десять блаженных минут. Хотела уж идти смотреть, чего они там перешёптываются, но стояла такая прекрасная относительная тишина, я просто не могла собственноручно её рушить. Субтитры создавал DimaTorzok